Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наша съемочная группа побывала на этом торжестве. Все подробности в нашем сюжете. На 30-летний юбилей весь коллектив детского реабилитационного центра «Радуга» подготовился основательно. Есть им чем гордиться, есть что рассказать и показать. Искусство общения во все времена признавалось обязательной чертой перед детьми. Особенно детьми, которые нуждаются в нежности, ласке, любви. И еще здесь стремятся не только укрепить здоровье, но широко развивать разносторонние качества личности. Это дорогого стоит. Здесь, значит, кроме воспитателей учебный процесс идет, кроме учебного процесса еще социальные работники, медицинские работники. Этот коллектив очень сплоченный. С детьми вроде бы тяжело работать, а в то же время это самый благодарный, самый такой народ, с которым очень, если в общий язык находишь, легче работать, чем с пожилыми людьми. Ну, за тот период времени я хотел бы еще одно единственное подчеркнуть, что при поступлении все дети обследуются по всем параметрам и проводится соответствующее лечение. База медицинская очень хорошая, кроме базы, здесь еще педагогический коллектив очень хороший, воспитательный, социальный. И вот последние несколько, 5-6 лет назад организована психологическая служба, которая ведет очень серьезную работу. И я думаю, что перспективы большие у этого центра. Сегодня мы собрались здесь в торжественный день отметить 30-летие нашего центра, нашей любимой радуги. В этот праздничный день я хотела бы поздравить весь наш коллектив с юбилеем и пожелать процветания дальнейшего, больших успехов, больших высот. За эти годы много наших детишек получили здесь помощь. И дальше, очень хочу пожелать и дальше, чтобы мы встречали наших любимых детей, отдавали им свое тепло, свою доброту. И взаимно, радуясь друг другу, оказывали им помощь. Я хочу пожелать всем мира и процветания, побольше улыбок, побольше радости. И чтобы каждый, который приходит сюда, получал удовольствие от своей работы. Для многочисленных гостей из министерств, ведомств, правительства, парламента, республики был дан концерт силами студентов СКГИ и художественных коллективов. ПЕСНЯ 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 Солнца луч и затручь, на полы бьется весело, друзья. Лишь тогда в небесах появится друг друга друга. Солнца луч и затручь, на полы бьется весело, друзья. Добрый день, уважаемые гости и дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в этом зале. Сегодняшняя наша встреча посвящена 30-летнему юбилею со дня основания базового детского социально-реабилитационного центра «Радуга». Слово предоставляется Асанову Алиму Розбиевичу, министру труда и социального развития Кабардино-Балкарской республики. Сегодня наш базовый лагерь «Радуга» празднует юбилей 30 лет. 30 лет – это, в принципе, срок небольшой, но вместе с тем мы убедились, какой слаженный коллектив здесь образовался. За эти 30 лет сделано очень много. И сегодня такой рубеж, когда мы можем посмотреть и в прошлое, и новые планы сотворить, которые мы должны будем воплотить в будущем. От всего сердца поздравляю весь коллектив с этим прекрасным юбилеем. Очень надеюсь, что мы будем продолжать вами гордиться так же, как гордимся сейчас. Хорошего всем настроения! Я очень рада сегодня видеть всех гостей, приглашенных, наших сотрудников в этом зале. Наш праздник, наш юбилей. Очень хочется надеяться, что этот праздник оставит неизгладимый след в душе каждого из вас. В октябре 1988 года в столице Кабардино-Балкарской республики было открыто уникальное учреждение – детский социальный реабилитационный центр «Радуга». За эти годы не раз менялся статус учреждения, его руководство. В коллективе трудится много людей. Сложились свои трудовые династии. Неизменным оставалось лишь его предназначение – осуществление круглогодичной реабилитации детей. Для нас принципиально важно, чтобы дети, приезжающие в «Радугу», не чувствовали себя оторванными от общества. Это маленькие люди, которым судьба приготовила немалые испытания. И здесь мало сочувствия. Сотрудники центра делают все возможное, чтобы показать нашим детям многообразие мира. Мы дышим одним воздухом, живем под одним небом, ходим по одной земле. Помогая преодолеть барьеры тем, кому сложно сделать в одиночку, мы делаем этот мир доступным для всех. Основная часть детей, поступающих в «Радугу», это дети из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Поэтому мы стараемся оказать максимально комфортные условия для пребывания ребятишек. А наши маленькие гости, в свою очередь, учат нас тому, что в жизни по-настоящему важно. Дарят нам свою безусловную любовь и безграничное доверие. Они показывают нам, что жизнь бесценна. Учат забывать о своих потребностях и желаниях. Учат отдавать. А главное, учат нас верить и надеяться. Хочется поздравить коллектив с днем рождения и выразить еще раз огромную благодарность за преданность, профессионализм, терпение, самоотверженный труд на благо наших маленьких пациентов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Государственное казенное учреждение Базовый Республиканский детский социально-реабилитационный центр «Радуга» расположен в живописной курортной зоне столицы Кабардино-Балкарии Долинске, который считается одним из лучших мест санаторно-курортного отдыха и лечения в Российской Федерации. Долина полукольцом охвачена горами и защищает курорт от казпийских и черноморских ветров. Величественная панорама вершины Большого Кавказского хребта, открывающаяся с любой точки курорта, оставляет неизгладимое впечатление. Соседство вечных снегов и удопающей зелени садов, лесов и долин создает экзотический контраст. Именно в этом прекрасном месте было принято решение построить детский санаторий. Итак, давайте вместе с вами вернемся в историю создания центра. Колесо истории «Крутись» год 1978 вернись. Строительство центра было начато в 1978 году. Изначально он назывался детский межпохозный санаторий и был предназначен для лечения детей с заболеваниями органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. В 1988 году санаторий открыл свои двери для первых ребят. Руководителем санатория был назначен опытный врач, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения СССР, кавалера ордена «Знак почета» Кишоков Хатау Юсуфович. В санаторию повезло с рождением. Он создавался как специализированная общероссийская детская лечебница в самый пик гласности, когда еще действовал лозунг «Самое лучшее детям». Песня «Самое лучшее детство» Песня «Самое лучшее детство» Песня «Самое лучшее детство» Песня «Самое лучшее детство» Рассказана, я давно оставлюсь, как ты думаешь о маньях. Я на улице живет, на ногу мы идем, через умности пройдем, и вместе мы запоем. Пусть поет твоя душа, зажигай республика, лучи в мире не найти, чтобы она горит. Здравствуй, солица, ты вольная птица, это дачик мой, дачик мой. Пусть поет твоей души и гостей грибы, всей душой. Горы тянутся в небо, но много, чем с неба, это красота. Здравствуй, солица, это простая мечта, дачика моя. Здравствуй, солица, ты вольная птица, это дачик мой, дачик мой. Пусть поет твоей души и гостей грибы, всей душой. Горы тянутся в небо, но много, чем с неба, это красота. Красота, 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 это дачик мой, дачик мой. Здравствуй, солица, ты вольная птица, это дачик мой, дачик мой. Горы тянутся в небо, но много, чем с неба, это красота. Красота, 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 это просто мечта, дачик мой, дачик мой. Дачик мой, дачик мой. Колесо истории крутись, 1991 год, вернись. В 1991 году главным врачом санатория был утвержден доктор медицинских наук, народный врач Кабардино-Балкарии, заслуженный врач Российской Федерации Хацуков Борис Кусейнович. Под его руководством «Радуга» превратилась в одно из уникальных детских медицинских учреждений Кабардино-Балкарской Республики. Впервые на базе центра были открыты многопрофильные отделения, в том числе для реабилитационного лечения детей с аномалиями зрения. Борис Кусейнович и сегодня продолжает трудиться в «Радуге». Черноглазая казачка поддавала мне коня, переброс меня в косе, и в отрасли города ценя. Как же у тебя молотку, молотку повтори, имя ты мое услышишь из особо таковы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнали Симон. 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 Спасибо огромное всем вам, кто нас вспомнил, кто нас почтил. Мы постараемся соответствовать всем вашим пожеланиям и вас никогда не подвести. И сейчас, с вашего позволения, мне очень хочется предоставить слово Борису Мустафаевичу. Когда я входил в вестибюль здания реабилитационного центра, и бросились в глаза красивые девушки. Стоят, встречают. Ну, я не знал, как среагировать. И вспомнил картину известную. И говорю, не ждали? И они все говорят, нет, нет, мы вас тоже ждали. Я среагировал спонтанно и сказал, что да, я всегда здесь считаю себя своим. Потому что социально-реабилитационный центр «Радуга» создан в то время, когда все рассыпалось, рушилось. Об этом уже говорили здесь. Когда все сбрасывалось в плечи ведомствами. И тогда стал вопрос, что делать. И благодаря вот первому президенту Кабардино-Балкарской республики, к светлой памяти вспомним Валерия Мухаммедовича Кокова, было принято решение сделать все через федеральный центр, создать здесь детский реабилитационный центр. Тогда было очень серьезно и трудно это сделать. Но благодаря авторитету нашего руководителя нам удалось это пробить через федеральный центр. И вот здесь Бориса Хацукова я чувствовал, как вы встречали. И спасибо вам, что вы его так любите, потому что мы с ним первый центр открывали. Этот центр. Я был тогда, для тех, кто не знает, министром труда и социального развития, кстати. И то, что коллектив ответил своим активным, созидательным, серьезным, профессиональным трудом на такое решение руководства и правительства республики, говорит о том, что центр стал для всей Российской Федерации примером создания условий для детей. И этому свидетельство, что в 1998 году на базе этого центра был организован всероссийский семинар руководителей социального блока субъектов Российской Федерации, на котором на этом семинаре присутствовали заместитель председателя правительства Российской Федерации и пять профильных министров российских. И я хочу вот поддержать вас всех, сказать спасибо ветеранам, прежде всего, те, которые стояли у истоков, те, которые создавали авторитет, поднимали высоко планку отношений к детям. И я хочу вам сказать большое спасибо. Я хочу сказать спасибо тем, кто сегодня здесь продолжает работать, поддерживает авторитет. Вот не дает снижаться планки отношений вообще общества и самого коллектива, и самого центра к обязанностям, профессиональным обязанностям. И что центр сегодня заслуживает высокого почтения и уважения, благодаря тому, что вы продолжаете трудиться здесь, выполняя свой профессиональный долг. Живите долго, дорогие друзья! Пусть вам повезет в жизни! Радость и счастье во всем! Спасибо за то, что вы есть, а радуга всегда будет! Пусть радуга всеми своими красками светит над замечательным коллективом детского реабилитационного центра «Радуга». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья, на этом все. Увидимся в следующей программе о главном и не только. Всего вам доброго и будьте счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok